Генеральная Ассамблея сейчас заслушает обращение Его Превосходительства Хейдера Аль-Абади, премьер-министра Республики Ирак. Я прошу протокол сопроводить Его Превосходительство. Мне доставляет большое удовольствие поприветствовать премьер-министра Республики Ирак. И я прошу его обратиться к Генеральной Ассамблее. В имя сострадающего и милостью, господин председатель, дамы и господа, главы делегаций, дамы и господа, уважаемые представители, да, будет с вами мир. Генеральная Ассамблея проводит свою 70-ю сессию, когда мир сталкивается со многими вызовами на многих областях. Прежде всего, речь идет о борьбе с терроризмом, прежде всего, со стороны ИГИУ. Мы в Ираке терпеливо и упорно стоим на стороне добрых людей, которые заинтересованы в том, чтобы изгнать зло терроризма из наших стран, нашего региона и мира. И все это происходит сейчас, когда международные усилия по-прежнему направлены на укрепление мира безопасности, установление более тесных связей международного мира в интересах достижения развития человеческого потенциала. По инициативе ООН, которая неустанно работала над тем, чтобы сохранить полностью свои принципы в области здравоохранения, образования и уровня жизни. С тех пор, как появился первый доклад по развитию ООН, Ирак, одна из первых стран, стал заботиться о повышении темпов развития человеческого потенциала. Мы преследуем эту цель для того, чтобы процесс развития был ориентирован на человеке. В результате порочной политики режима диктатора Саддама Хусейна в прошлом, нормы в области развития человеческого потенциала были понижены. Это вызвано войной, которая велась против этого режима, лишениями и изоливанностью Ирак, который оказался под воздействием международных санкций. Теперь политический режим ушел. Мы обеспечиваем демократизацию страны и положение, особенно сейчас, когда мы получаем помощь со стороны специализированных в жизни других организаций ООН поступает. Наши национальные интересы стремятся закрыть пробелы и отставания в развитии в плане осуществления ЦРТ, которые были одобрены семерными лидерами на цессе Генеральной Ассамбле в 2000 году. В интересах достижения и целей, которые мы поставили перед собой на период после 2015 года в Ираке, удастся добиться большого успеха в понижении уровня смертности, большего охвата населения образованием, борьбе с неравенством, добиться повышения уровня жизни. Однако зло, наносимое террористическими группами, особенно Аль-Каида и Айсис и со стороны тех, кто к ним присоединился, то есть те, кто усыдел от режима БААД, чинят препятствия на пути развития, сеют смерть и разрушение, подрывают инструктуру, лишают людей имущества и жизни. Все это злокари, ниц в их идеологии. Они не проводят различия между ребенком, стариком или женщиной. Они терроризируют гражданское население во многих регионах Ирака. При этом, в принципе, проводят политику этнической чистки, особенно в районах Ирака, которые их поддержали. Многие люди, которые по-прежнему проживают на западе и севере Ирака, стали беженцами или внутренне перемещенными лицами. Они были изданы из своих домов этими гангстерами. И сделано это было без толики милости. Они живут в городах и деревнях, как в осаде. Мы высоко оцениваем поддержку страны ООН и Министерского сообщества, поддержки, которую мы получили в нашей справедливой войне против терроризма. И эта помощь для нас была определяющей. Мы также признаем неустанные усилия, которые были предприняты для того, чтобы восстановить стабильность в регионах, которые были установлены нашими вооруженными силами, силами мобилизованного населения и племенами. Мы ожидаем того, что международное сообщество поможет нам в восстановлении нашей инфраструктуры и поможет восстановить Ирак, который, несмотря ни на что, продолжает притяжиться к демократической политике, укрепляет уважение к Конституции, мирную смену власти, обеспечивает свободу высказываний и стремится обеспечить пресечение расовой и религиозной дискриминации. Особенно важно, что мы прислушиваем к нашим людям, к их требованиям и пытаемся разработать традиционные рамки или механизм, который можно назвать учреждение по мобилизации людей. Он получает инструкции от президента республики, от страны вооруженных сил. Таким образом, мобилизованное народное ополчение ведет борьбу против террористов, против организованной преступности, и особенно в отношении тех, кто оказался вне закона. Конституция Ирана запрещает ношение оружия на... Это дозволяется только тем, кто является частью правопорядка. Мы будем в притяжении по пути мира, будем укреплять свою Конституцию, обеспечивать мирную передачу власти, свободное самовыражение и ликвидацию дискриминации как на религиозных, так и на других основах. Мы с уважением относимся к требованиям народа повсюду, в Ираке, цель безопасности Ирака, защищать демонстрантов и позволяем им свободно высказывать свое мнение. Мы находимся в состоянии войны, однако во многих провинциях мы поддерживаются прекрасные отношения между демонстрантами и силами безопасности. Это уникальный опыт. Я лично принял решение поручить рабочим силам помощь координаторам, которые будут учитываться требования народа. Представитель Ирака является представителем иракского народа. Мы исходим из прогрессивного видения со стороны высшего религиозного уровня. Мы прислушаемся к требованиям нашего народа, которые звучали последние два месяца. Мы подготовили пакеты мер по реформе, в области экономики, финансов, социальной сферы. Мы стали оживлять деятельность в частности в нашей стране. Мы осуществляем финансирование малых и средних предприятий. И все это несмотря на трудности, которые мы пережили после резкого падения цен на всю. И поступление Ирака приходится 82% от общих поступлений. Пакет реформ был воспринят положительно нашим народам. Подробно высказывались об этом, предъявляя свои требования. Эта реформа пользуется поддержкой со стороны высшей религиозной власти и других слоев общества. Мы, преисполнившимисями, продолжаем проводить реформу, независимо от... И занимаемся обеспечением усилий, вопреки наступлению ИССАИ от имени ракции народа. Я хотел бы особенно положительно отметить усилия, предпринятые именно в коалиции, братскими и дружественными странами, в нашей борьбе с террором. При этом получение дополнительной помощи для нас очень важно, поскольку и ракции воюют, не живут в состоянии войны. И мы хотели бы поблагодарить братские страны, которые предоставили нам помощь. Мы хотели бы заручиться большим объемом помощи в интересах решения проблем беженцев, а также для того, чтобы обеспечить логистическую и военную поддержку. Это приблизит нас к конечной свободе и будет способствовать обеспечению мира и спокойствия во всем мире. Ирак понимает важность международных усилий по разработке нового документа в области развития, который был подготовлен вслед за декларацией в области тысячелетия. Эксперты Ирака и национальное учреждение в Ираке принимают участие в глобальных усилиях в нашем регионе по подготовке новой декларации, которую мы заглавили устойчивые цели развития. Важность этой декларации не ограничена только развитием человеческого фактора. Мы обращаем внимание и фактору стабильности, стремимся сохранить окружающий придурок, интересы будущих повелений, укрепляем мир и безопасность, боремся с нищетой и дискриминацией, повышаем уровень услуг в области здравоохранения и образования, в инфекциях детей, обеспечиваем больше свободы и сокращаем различия между богатыми и ведными. Мы в целях устойчивого развития закрываем пробелы, которые у нас возникли, ликвидируем неравенство в многих секторах и слоев общества. Важный вопрос устойчивого развития содержится в целях, которые были обозначены наперед после 2015-2030 года. Эти цели требуют от нас более неустанной работы. И мы надеемся, что нам удастся наладить более тесный узор сотрудничества со всеми странами мира и вместо того, чтобы воевать друг с другом. Это даст ООН достаточную возможность для конструктивной работы для того, чтобы ускорить достижение этих целей, для того, чтобы обмениваться знаниями и практикой в рамках программ, которые применимы вовсюду в мире. Ирак серьезно и вдохновенно будет обеспечивать цель устойчивого развития до 2030 года. Я понимаю, что затронуты не только Ирак, но и многие другие страны, которые также нуждаются в устойчивом развитии. Но этого нельзя добиться без такого процесса в соседних странах. Мы в Ираке, как и другие страны мира, приняли резолюции Совета безопасности, в частности, резолюции 2170, 2178 и 2199. В этих резолюциях содержится призыв к тому, чтобы была прекращена любая поддержка финансирования вооружения террористических групп. Я также хотел бы сослаться и на резолюцию 281, резолюции Генеральной Ассамблеи, которая была принята 25 мая 2015 года, в которой говорилось о спасении культурного наследия Ирака, что позволило бы стране строить свою страну и обеспечить свое развитие. Правительство и народ Ирака понимают важность поддержания связи между народами и правительствами мира. Мы крайне заинтересованы в строительстве мира, в понимании в нашем регионе. Поэтому мы стремимся открыть новые горизонты и для новых взаимоотношений среди стран нашего региона и будем способствовать их развитию без того, чтобы вмешиваться во внутренние дела других государств. Что позволило бы нам обеспечить светлое будущее для всех нас. Политический процесс это процесс демократический. Он определяется мирной передачей власти. 5 правительств уже передали свои полномочия друг другу. Наше правительство последнее из них. Мы гордимся нашей демократической процедурой. Однако есть и политические блоки, которые не разделяют нашу точку зрения. Мы горды тем, что они не соглашаются в чем-то с нами. Мы обмениваемся мнениями. Мы рады этому. Это свидетельствует о свободе поражения своих мнений. Для Ирака это не проблемно. террористическая группа, которая находится за поделами нашей страны, получала поддержку и вооружена другими. Она оккупировала обширные пространства Ирака. От их рук погибли тысячи иракцев. Их права нарушались и нарушаются. И сейчас эта организация, а именно ИГИЛ, рекрутирует тысячи добровольцев со всего мира, особенно странах, которые к ним присоединяются. Эта террористическая организация получает помощь, оружие и продолжает воевать с нами. Наша проблема это, по сути дела, проблема внешнего воздействия на нашу страну. То есть поддержка, которой пользуется эта террористическая организация постоит извне. Мобилизация народа Ирака это законная организация, ее поддерживает государство, правительство Ирака. Но мы с другой стороны знаем, что есть легитимные группы террористов, которые относятся к уважениям и к закону. Они убивают всех, кто им попадается на пути. резко отличают их от созданной нами организации. Мы все поддерживаемся одной религии, исповедованную религию, но в то же время мы знаем, что богодействие исламского государства более 300 тысяч человек были изгнаны из городов, в которых они проживаются. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы наложить отношения с соседними странами, мы с уважением относимся к суверенитету соседних стран, мы не вмешиваемся в их внутренние дела, и мы призываем их останавливать то же качественное отношение с нами, мы хотим, чтобы они не вмешивались в наши внутренние дела, мы хотим, чтобы они с уважением относились к суверенитету Ирака, соблюдали наши права и признали неприкосновенность жизни Ирака. В заключение хотел бы поблагодарить ООН и другие международные организации за оказанную им поддержку наших усилий в Ираке, направленных на обеспечение развития. Я сольюблю, я приветствую усилия международных организаций всех миров мира. И, уважаемые господи представители, я хочу видеть, что в следующем году мы соберемся в более благоприятных обстоятельствах. Я хотел бы при этом обратиться с приглашением ко всем странам региона, работать совместно, достигать мир, а не заниматься убийствами и деструктивной деятельностью. Хотя мы считаем, что лидеры стран региона должны взять на себя ответственность, окончить кровопролитие. Каждый из нас, руководители своей страны, несет ответственность за эти убийства. Мы должны все вместе бороться против этого зла. Я благодарю премьер-министра Ирака за его заявление. Я прошу протокол.